Телеканал «Дважды-2» представляет Телеканал «Дважды-2» и телекомпания «Санатекс» представляет Андрео Дель Бока в телевизионном многосерийном фильме «Антонелла». Автор сценария — Энрике Торрес. В фильме также снимались. Густаво Бермудес, Луис Луке, Ильда Бернард, Хорхе Делия, Вирхиния Инноценте, Умберто Серрано, Мими Арду, Асфальдо Тессер, Моника Голан, Асфальдо Гиди, Гастон Мартелли, Гиего Буссоя, раили, Брехния Ардуи, гляер, Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Похоже, она выиграла. 1-0 Мне пойти самой или ты дашь мне пинка? Не жалей, что на тебе нет ботинок. Тапочки тоже подойдут. Если хочешь, дать мне два пинка. Я не обижусь. Я их заслужила. Он не прав. По глазам видно, он хотел меня стукнуть. Дорогая, я с тобой прощаюсь. Пойду утешу Николаса. Надеюсь, ты за мной не последуешь. Ну, конечно. Разве ты останешься в стороне? Совершенно верно. Скажем так, я действовала по-восточному. Я ждала. Я выжидала. До тех пор, пока не увидела, как по улице пронесли труп моего врага. Антонелла, можешь не тратить время на наведение порядка в комнате. На чердаках всегда хранили ненужные вещи. Те, которыми не пользуются. Другими словами, мусор. Антонелла, я опять чувствую себя виноватой. Я идиотка. Нет, не придумывай. Я попала в этот дом, наребившись клоуном. И теперь вылетаю отсюда, как паяц. Почему? Дорогой, она же ничтожество. Оставьте меня в покое. Это закон Ангела. Причинивший боль должен страдать. Не надо слез Артуру. Пожалуйста, хватит слез. Артура, пожалуйста, не надо. Артура, пожалуйста. Нет, я хочу спать. Опусти лампу чуть ниже. Да. Если он придет, не говори, что я дома. Я ушла. Нет, нет, не уходи. Я не хочу, чтобы ты уходила. Я не хочу, чтобы ты уходила. Сестренка, нет, нет. Никки, любимый, ты так переживаешь. Я не могу оставить тебя в таком состоянии. Я не брошу тебя. Хватит делать из меня фрикадельку на ножках. Хватит. Может, я и не могу заниматься любовью, но я не фрикаделька. Хватит. Это касается всех. Никки, я люблю тебя. Если ты не уйдешь, я запущу в тебя, чем попало. Я тебе не помогаю, я тебе мешаю. Да или нет? Да. Мне забили гол. Согласна. Но на твоем месте я бы не оставляла Николаса с ощущением, что ты полная кретинка. Пусть он думает, что ты глупая, даже дура, но только не кретинка. Хотя и этого мало после всех твоих слов. Ты сама меня надоумила. Но Николас-то об этом не знает. И твое выступление было слишком убедительным. На твоем месте я бы... Да, я знаю. Ничего не говори. Я сейчас же поговорю с ним. Все правильно. А что мне сказать? Она дремлет у меня на груди. Я жду снова Энгелесады. Если я нежно спрошу ее, как она меня любит, Энгелесада ответит мне, очень. С тех пор прошло много дней. Все изменилось. И если теперь я спрошу, как сильно она меня любит, она ответит... Нисколько. Я совсем не люблю тебя. Он не любит тебя, мамочка. Он меня не любит. Он никогда меня не любил. Никогда. Нет, Антонелло, люди не страдают от отсутствия денег. Они приходят в отчаяние. Но у них всегда есть надежда выбиться в богачи. С любовью все по-другому. Любовь причиняет боль, когда нет надежды. Любовь не шарабан с шариками, где можно вытащить счастливый номер. Все равно мне бы не достался счастливый шарик. Любовь не выигрывает в лотерее, Антонелло. Деньги, да. Цветной телевизор, пожалуйста. Пылесос, морозильник. Но не любовь. Любовь вонзает свои клыки прямо в сердце. Павла. Мне хочется плакать. Но я так зла на себя, что у меня даже нет слез. Я злюсь не на Николаса, не на него, бедненького. Я злюсь на себя. Я во всем виновата. Антонелло, не хочу тебе советовать. Но на твоем месте я бы не позволила Николасу считать себя кретинкой. Ты права. Ты опять струсила? Да. Ты не пойдешь? Пойду. Но я возьму с собой Тадди. Чтобы он подбодрил меня. И поддержал. Я бросил курить в неподходящий момент. Ты бросил курить много лет назад. Именно поэтому. Неподходящий момент. Я волнуюсь за Антонелло. Она меня беспокоит. Я так переживаю за нее. У меня кончился французский коньяк, а я ее не заметил. Ты раньше не пил? Нет. Но алкоголь помогает уснуть. Сейчас мне бы тоже пригодился французский коньяк. Теперь, когда у меня появились деньги, я не могу ее купить. Слишком поздно. Все закрыто. Женщина? Женщина? Больше того. Дочь, к которой я не могу подступиться. Я еще одна женщина, которая вертела мною всю жизнь. Постарайся, чтобы никто не видел, как ты идешь к мужчине в такое время. Люди злые и любят поболтать. Антонелло, идем. Ты ведь хотела? Да. Идем. Подержи немного, Тадди. Только не урони его. Извините. Спасибо. Уже лучше. Мне не хватало решимости. Ладно. Проигрывать так до конца. По крайней мере, я не буду кретинкой. Пусть дура, но не кретинка. Не думай, что Антонелло спятила. Не волнуйся. Я знаю, она, как и мой сын, совершенно сумасшедшая. А где Факундо? В комнате. Приходит в себя после того, как выставил себя посмешищем. А мне и того хуже. Я чувствую себя виноватой. Это ведь я сказала, что вы брат и сестра. Да. Потому что я тебе призналась. Да. А я не поняла, что это шутка. Вела себя как дура, да? И что? Я не решилась. Я оставила Тадди у его двери. Я пойду, пойду. Да, я пойду. Ну, придумай, что мне ему сказать, когда я войду. Спасибо за чай, Бильярдо. Спасибо, что вы всю жизнь обо мне заботитесь. Сеньора, вам не за что меня благодарить. Сколько лет уже в этом доме? Ох, много, я уже и не считаю. Столько лет. Достаточно, чтобы чувствовать себя частью этого дома. Словно я кирпич. Или деньго. В саду. Достаточно, чтобы знать тайны этого дома. И тайны его обитателей. А, Бильярдо. Я всегда опиралась на вас во всем. Даже когда лгала и лицемерила. Лжи было так много, что мне больно смотреть назад. Потому что я сбилась с пути. Когда с Николасом это случилось... Когда случилось то, что случилось... Я плакала. Я много плакала. Я знаю, сеньора. Трудно поверить. Он пришел в себя и ничего не помнил. А я ему завидовала. Завидовала. Потому что это должно было случиться со мной. Господь обещал, что я никогда не похороню сына или внука. И он меня не подвел. Федерико тоже был болен. Я испугалась. Но Господь меня... Не подвел. Я так устала, Беллиардо. У моей фирмы нет президента. Все, что я построила, осталось без руководства. Я устала. Нет, нет, сеньора. Вы не можете опускать руки. Вы не можете упасть. Нас нельзя сломить. Так только кажется. Я была другой. Мне уже не потянуть такой волос. А Беллиардо... Почему за деньги нельзя купить то, что мне сейчас нужно? Ради власти я жертвовала всем. Даже дочерью. Зачем мне теперь... Трон... И корона... Если я чувствую только холод. Вы не упадете, сеньора. Я этого не допущу. Бедная Беллиардо. И бедная Лукреция. Бедная Лукреция со своей знаменитой фамилией. Бедная. Не выгоняй меня сейчас. Ты сделаешь это позже, если захочешь. И даже дашь мне пару пинков, если тебе это пойдет на пользу. Но сначала... О главном. Ты наверняка спрашиваешь себя, что же главное. И правильно. Главное это... Пожалуйста, не торопи меня. Когда я спешу, то начинаю путаться. Я забываю главные, второстепенные и тем более мелочи. Может быть, незаметно, но я нервничаю. Для меня это все непросто. Я хочу, чтобы ты уяснил. Мои слова внизу неправда. Точнее говоря, все, что ты слышал, ты действительно слышал, но это неправда. Не очень понятно, да? Ладно, не важно, правда это или неправда. Важно то, что ты сейчас чувствуешь. Иметь проблемы и не иметь их — разные вещи. Но даже дело не в проблеме. А в том, что вокруг нее, вокруг твоей проблемы, твоя гордость, твое одиночество. Вот в чем настоящая проблема. Я понятно говорю? Нет. Дело в том, что мне трудно говорить об этом. Я импотент. Я не могу быть женщиной. Все, что ты сказал, внизу, правда. Я ни на что не гожусь. Я сын, потому что у меня есть родители. И я отец, потому что у меня есть сын. Еще я стану дедушкой, если у Федерико будут дети. Но я не могу быть женщиной. Я не могу быть любовником, женихом, мужем. Никем. Хорошо. Слава Богу, я предпочила Тадди. Он поможет мне понять тебя. Судя по твоим словам, ты чувствуешь себя почти так же, как Тадди. Верно? Видишь, Тадди. Люди сами ищут себе проблемы. Мне не жаль тебя. По-моему, тебе хватает своей собственной жалости. Выходит, в мужчине главное — это штука, да? Жаль, что ты такой недалекий. В таком состоянии, как у тебя, трудно быть даже в одиночестве. Даже совсем одинокие люди богаче тебя. У одиноких есть хотя бы одиночество. Они протягивают руку в ожидании ласки, зная, что ее не будет. Но они протягивают руку. А вот ты даже руку не в состоянии протянуть. Ты слишком жалеешь себя. Жалость переполняет тебя. Только подумайте. Я пришла сюда, потому что чувствовала себя кретинкой. Мои слова, которые ты услышала внизу, были для того, чтобы Миранда поверила. Неважно, не стоит объяснять. Я чувствовала себя кретинкой. Но теперь я вижу, что ошиблась. Кретин здесь ты. У одиноких людей есть хотя бы их одиночество. Они протягивают руку в ожидании ласки, зная, что ее никогда не будет. Но они протягивают руку. Я говорил, что я везучий. Я очень везучий. Нет, ты не говорил. Но я всегда это знала. Я люблю тебя. Держи. Если вы близнецы, значит, должны быть вместе. Что я говорю? Вы сиамские близнецы. Можешь пришить свои трусы к трусам Тадди. И вы везде будете ходить вместе. Даже в туалет. Раз вы оба набиты опилками, никто не заподозрит ничего плохого. Ты сказала, что уедешь. Я давала тебе возможность ударить меня так, чтобы в глазах потемнело. Я тебя не ударил. Конечно. Этого следовало ожидать. Но теперь ты пожалеешь. Я никуда не уеду. Что ты делаешь? Я немного тебя пожалею. Ты не против? Что тебе нужно? Ничего. Нет, ты чего так учишь? Я же сказала, ничего. Того, что я ищу, здесь нет. Что ты ищешь? Мужчину. Ты права. Его здесь нет. Я все подстроила. Я сказала мужчину специально. Я хотела проверить, действительно ли ты такой идиот, каким кажешься. И я проверила. Ты ничего не чувствуешь? Нет, я ничего не чувствую. Я не знаю, зачем ты спрашиваешь. Все знают об этом. Осталось только напечатать в газетах. Я ничего не чувствую. Если ты импотент, то все равно озабоченный. Ты ошибся органом. Я спросила про сердце. Ты правда ничего не чувствуешь? Это мои проблемы. Они не должны никого волновать. Конечно, ты прав. Кого будет интересовать, что творится с идиотом? Гордость парализует Николас. Ты выбрал не одиночество, о заблении. Тем лучше. Дай Бог, чтобы я снова все забыл. Ты был как покойник. Забыть значит почти убить себя. Каждый день убивать себя поменял. Выбирай, Тадео или я. Дело даже не во мне, не в том, какая я. И что я чувствую. Просто из нас двоих только у меня настоящие руки. Руки, которые приласкают. Которые бывают горячими, холодными. И еще я умею целовать. А Таде не умеет. Таде никогда меня не ласкал. Это игрушка. Моя игрушка. Я люблю его как талисман. Как собаку. Или кошку. Мы всегда обращаем свои чувства к животным. Ты никогда не спрашивала себя, почему люди приручают животных. Потому что мы боимся. Нам не хватает ласки. Если собака лежит руку хозяина, значит ему это нужно. Если мы всю жизнь гуляем с собачкой, значит нам не хватает детских пеленок. Нам грустно. Прекрасно, Таде. Пришел твой звездный час. Ты останешься у нового хозяина. А как насчет пара пиньков? Неужели я уйду без них? Да. Ты уйдешь без них. Жаль. В чем дело? Ни в чем. Я никогда не видела тебя без маски. Не понимаю, почему они так дорого стоят. Ведь они ужасно скучные. А я жуткая дура. Как некрасиво. Ты еще не похож на Таде. Но все впереди. Видишься, ведь он был женат. У него сын. А значит, прошлое, воспоминания. Нурия, ты меня об этом спрашиваешь? Ведь ты второй раз замужем. Поэтому я и спрашиваю. Всегда есть прошлое. Воспоминания. Так было с тобой, потому что ты уехала из дома, любя фокуиндом. Наверное. Так оно и было. Поэтому меня всегда преследовали привидения. Я не боюсь прошлого, Лаутаро. Нет. Это меня ничуть не пугает. Ты сказала это? Значит, что-то все же тебя пугает. Да. Мое прошлое. Паула. У тебя нет прошлого? Вот именно. Потому что у меня не было прошлого. И вдруг неожиданно на меня сваливается целая история, которой я не хотела. Она слишком тяжела для меня. что? Ничего. Молчание и безразличие. Слишком мало для актрисы. Я ждала аплодисментов. Или тухлых помидор. Или то, или это. Но чтобы меня заметили. Плохо ли, хорошо ли, но чтобы заметили. И ничего. Даже ни одного плохого слова. Ничего. Я оставила его там, где он должен быть. На полке с красивыми вещами. Но вещи есть вещи. Они не работают даже от батареек. Они ничего не просят, но ничего и не дают. Просто красивые вещи. Бедный мой сын. Бедный твой сын. Бедная Антонелла. Она совершенно растерзана. И если ты ничего не замечаешь, только благодаря ее неаполитанскому характеру. Она сломлена. Но она жива. Жива. Когда она ложится спать, она плачет, потому что ей больно. А мой сын Николас не плачет. Паула. Он не плачет. Ты был как покойник. Забыть. Это все равно, что убить себя. Каждый день ты убиваешь себя по-немногу. Выбирай, Тадео или я. Дело не во мне. И не в том, какая я. Просто из нас двоих руки есть у меня. Руки, которые приласкают. Иногда они горячие, иногда холодные. А еще я умею целовать. А Таде не умеет. ГРОСТНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Ничего, негр, не волнуйся Все пройдет После развода тяжело только в начале Потом все проходит Все будет хорошо И у нас больше не будет надоедливых женщин Я тебя пожалею Ты не против? Хватит, ради Бога, хватит Я тебя пожалею Ты не против? Я тебя пожалею Ты не против? Как некрасиво Ты еще не похож на Тадди? Но все впереди Пусть она замолчит Пусть замолчит Кристофаль Видимо, я уже не в том возрасте, чтобы встречать рассвет У меня закрываются глаза Я все время зеваю Ты думаешь, это зевота? А что же еще? Зевота Жизнь прекрасна По-твоему, зевать красиво? Если вместе, то да Мы не надоели друг другу Мы вместе Но нас смотрел сон Вместе Наверное, ты прав Я уже не обращаю внимания На твою зевоту А я не смотрел на тебя Когда ты подвала мне полотенце Которое ты вечно забываешь А ты меня вечно упрекаешь Кристофаль Мне кажется, мы нашли свое счастье И мне только немного страшно И это тоже? И это тоже Я вспомнил И вспомнил о том, как я узнал Не понимаю, почему ты так напряглась Ведь ты сама мне сказала Я пожалела об этом Почему? Потому что я не хочу, чтобы это было правдой Я с теплотой вспоминаю своих родителей Что это только осложнило мою жизнь Кто еще об этом знает? Твоя бабушка, конечно Твоя мать, Павла Моя крестная, Николас Крестная Ну вот А мы с Федерико как раз хотели тебя будить Зачем вам это понадобилось? Твой сын поссорился с Марисоль А в чем была проблема? Она не была Она есть Дело в том, что твой сын ничего не умеет Он не может попросить прощения Не может топнуть ногой Не может крикнуть Я дурак, я дурак И все остальное, что обычно делают другие Если они живы, конечно Думаю, в этом все дело Твой сын не научился жить Ты не мог бы его поучить Федерико Тебе достался лучший из учителей Маэстро Я оставляю вас с учеником Субтитры создавал DimaTorzok Любовь моя Любовь моя Я была у врача Ты сойдешь с ума, когда узнаешь Ты был прав Прав в чем? Ты был прав У меня началась тошнота И рвота И все вызывало у меня отвращение И ты спросил, не беременна ли я Прекрасно Я пошла к врачу И ты представить себе не можешь Что? Что? Смотри Смотри У нас будет ребенок Я уже на восьмом месяце Совсем скоро мы станем родителями Совсем скоро, дорогой Скоро Скоро Как вы и приказали, сеньора Я освободил комнату сеньора Гастона Вещи упакованы И будут отправлены, куда вы скажете На помойку, Абельардон На помойку А если сеньор Гастон пожалуется? Запомните две вещи Все, что есть у моего внука Куплено на мои деньги Поэтому все пойдет на помойку Потому что со своими вещами Я поступаю так, как мне вздумается И второе Я не хочу, чтобы вы называли его сеньором Гастоном Для моего внука слово сеньор Слишком большая честь А как мне его называть? Не обращайтесь к нему никак Вам этого не нужно Я запрещаю ему входить в этот дом На фирме я поговорила с охраной Приказала никогда не пускать его Значит, вы не станете с ним говорить? Нет Он выбрал свою бывшую жену Мне он больше не внук А вы уверены, что он уехал с ней? Настолько, что я даже представляю их себе вместе Я дала этой мерзавке достаточно денег, чтобы она могла исчезнуть И он выбрал ее Таким, как они Надолго денег не хватит Гастон Вернется Я уверена Как бы я хотела видеть перед смертью Как он приползет ко мне Он заплатит за все, что сделал своему кузену Я не заявила на него, потому что не хотела скандала А эта сука Его жена Самое лучшее наказание для него Это хорошо, что ты заговорил о Гастоне Я бы тоже хотел побеседовать с тобой о моем кузене В этом нет ничего удивительного Во-первых, я хочу, чтобы ты мне объяснила, что он мне сделал Я слышал, ты сказала за все, что он сделал своему кузену Так что же он мне сделал, бабушка? Что? Я не мог опустить такую возможность И клянусь, когда консуэлла мне рассказала Я поверил с трудом Прошу только об одном Поосторожнее с моей женой И не вздумай сажать ее на колени, отдавая приказания Не шути, представь, это очень серьезное дело Конечно, серьезное Ты даже выглядишь, как серьезный предприниматель Никакой я не предприниматель Вот видишь, он чувствует себя не в своей тарелке И даже не хочет, чтобы я называла его шефом Дело в том, что вы ничего не понимаете А что вы должны понимать? Я марионетка Да, я марионетка Меня называют предпринимателем, а я не знаю даже значения этого слова Прости Но если старуха назначила тебя на эту должность, значит... Просто она не нашла более подходящей кандидатуры Она боится, вот почему Она нашла самого глупого Козла отпущения Не говори так, никакой ты не глупый В этом деле я дурак, Консуэлла Тогда я не понимаю, почему ты согласился Если тебе это так неприятно Ты мог бы ради дочери, Крестобаль Ради дочери Она владеет предприятием Она владеет всем Паула единственная наследница Лукреции Корнеха Мехии Значит, мой кузен Гастон убедил этого сумасшедшего Артура, чтобы он... Я не могу поверить Не могу поверить в то, что он такое ничтожество Клянусь, я схвачива... Ты ничего не сделаешь, Николас Гастон уже наказан Он больше не переступит порог этого дома У него нет семьи Бабушка, возможно, что в случае с Артуром ничего нельзя доказать Но то, что он сделал Наталье, за это придется заплатить Я найду его и сдам в полицию Ты ничего не сделаешь Со мной у него не вышло А сестру Антонеллы, да? Он приказал убить ее Он заплатил за ее убийство Николас Никакой полиции не будет Если ты заявишь на кузена Ты все равно не воскресишь эту девушку И не вернешь себе месяцев, проведенных в кровати Я не желаю больше слышать имя Гастона в этом доме Ясно? Смотрите, кого я вам привела Это ничтожество подсухшего Это был ваш разговор Что ты слышала, Антонелла? А что будет дальше, Донья? Вы заткнете мне рот чеком? У вас ведь больше ничего нет Только деньги и люди, встающие в очередь, чтобы плюнуть на вашу могилу Моя сестра стоит больше, чем ваши деньги и ваша проклятая фамилия Я дала клятву на могиле Натальи, и я ее выполню Я ее выполню и не остановлюсь, пока Гастон не будет гнить в аду Почему я прямо сейчас? Можете не вставать чековую книжку Она не пригодится Николас, не позволяй ей Она не должна говорить, что? И как же он заставит меня замолчать? Убьешь меня? Николас! Николас! Я с тобой Николас! Я сказал, что провожу ее Все пошло прахом, Донья Все На русский язык фильм озвучен фирмой Дважды Два Телемаркет Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok